На неделе президент Азербайджан Алихам Алиев посетил с официальным визитом к Грузию. Страны исторически находятся в дружественных отношениях, их связывают большие транспортные международные проекты. Мы в скором времени также начнем строительство нового порта в Анаклии. После готовности его последнего этапа грузоперевалочная способность порта составит 100 миллионов тонн. Наряду с этим в скором времени также будет завершено строительство магистрали Восток-Запад. Конечно же, по всем этим проектам мы сотрудничаем с Азербайджаном. Через несколько месяцев также завершится реализация еще одного исторического проекта. Я имею в виду проект Бакут-Билисикарс. Работы там успешно продолжаются и завершатся через несколько месяцев. Президент Азербайджан Алихам Алиев напомнил, что помимо транспортных проектов у стран большие планы на сотрудничество в энергетике. В энергетической сфере, кроме традиционных отраслей, сегодня нас объединяет проект Коридор зеленой энергии. Мы, Грузия и Азербайджан – две братские страны. И здесь тесно сотрудничаем с европейскими странами. И в ближайшие месяцы будет готова технико-экономическое обоснование этого проекта. Уверен, что после этого мы можем приступить к конкретным делам. Предусматривается вложение крупных инвестиций. Таким образом, строительство Коридора зеленой энергии энергетического кабеля усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров. Ираклий Гарибашвили сделал громкое заявление, что Грузия хочет стать посредником между Арменией и Азербайджаном. Здесь, в Грузии, у нас всегда была непредвзятая позиция. Мы и сегодня готовы внести вклад в этот вопрос. Мы хотим посредничать в этом вопросе и готовы предоставить любой формат дружбы. Наше будущее должно быть мирным, стабильным, и все три страны Южного Кавказа должны сами решать региональные вопросы. Когда Баку игнорируют западные площадки, а Ереван бойкотируют саммиты СНГ, предложение Грузии выглядит интересным. Более того, после установления долгосрочного мира на Южном Кавказе появляется необходимость выработать стратегию развития региона. По мнению российских экспертов, эта стратегия может быть разной. Действительно, геополитическая ситуация кардинально изменилась, но теперь возникает некоторое соревнование различных проектов. А кто же будет главными геополитическими цивектами? Там есть несколько вариантов. Один из них, вариант, он достаточно простой. Просто никого не будет, просто отдельные страны будут существовать, никаких общих каких-то проектов не будет. Второй вариант заключается в том, что, и вот об этом говорил дорогой, уважаемый Эльдар, заключается в том, что формат 3 плюс 3. То есть Азербайджан, Армения и Грузия как страны Южного Кавказа. И вокруг них те крупные державы, которые граничат с Кавказом, это Россия, Турция и Иран. И они договариваются и о мерах безопасности, и об экономическом сотрудничестве. Напомню, что изначально Грузия отказалась сотрудничать в рамках этой платформы. Но геополитические реалии могут поменять мнение грузинского руководства. Новую экономическую платформу могли обсуждать Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили, а затем этой тематики могли коснуться Алиев и Путин. Азербайджан и Россия сейчас выстраивают мощнейшие логистические маршруты. Коридор Север-Юг уже функционирует. Сухопутный маршрут заработает на полную мощность после строительства железной дороги между Азербайджаном и Ираном. Более того, страны уже начали строить маршрут из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику в обход Армении. Зангизурский коридор никто не отменял, но сейчас Армения не готова открыть границы, а Азербайджану экономически невыгодно ждать. И сейчас получается парадоксальная ситуация, что Грузия может смотреться даже более гармонично в рамках платформы, чем Армения. С другой стороны, платформа 6 может разрешить многие вопросы и даже споры. Будут выработаны новые правила, экономические договоренности, открыты новые транспортные маршруты. Это выгодно всем странам Южного Кавказа и их соседям. Не выгодно это только западным странам, которые хотят загнать Россию в изоляцию, поэтому ведут агрессивную политику на Южном Кавказе.